Здравствуйте друзья! В своем предыдущем блоге по Home Assistant, где я показываю пример организации управления освещением в помещении, я упомянул о доработке сенсора движения Акара. Хотя я уже делал видео на эту тему, но с даты его публикации прошло более двух лет, поэтому я решил его повторить, уже с точки зрения работы с zigbee2mqtt. Если тема умного дома вам интересна и мои видео помогают ее изучать, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк этому видео, тогда его смогут найти больше людей. Также вы сможете поддержать развитие моего канала, став его спонсором. Напомню, в моем кейсе используются два датчика движения Акара. Модель RT-CGQ11LM и Акара T1-RT-CGQ12LM. В чем их ключевое различие, кроме поддержки версии T1 протокола Zigbee 3.0. Это возможность настройки интервала обнаружения, то есть того периода времени, который проходит от последнего обнаружения движения, до отправки датчиком статуса выключено. В первой версии такой настройки нет, там интервал фиксированный. Его можно менять, но только в сторону увеличения. Это страница устройства с официального портала zigbee2mqtt. Эта система имеет возможность программной настройки интервала обнаружения, но менее чем 60 секунд его ставить нет смысла, так как это интервал самого датчика. Эта опция находится в интерфейсе zigbee2mqtt на странице особых настроек. По умолчанию она установлена в 90 секунд. В блоге про организацию освещения я сказал 2 минуты, ошибся, полторы. Но может быть уменьшено до минуты. В моем случае логика прописана так, что свет включается по датчику движения, а выключается по отдельно написанному шаблонному датчику присутствия с гораздо большим интервалом. Подробнее смотрите в моем видео, ссылка в описании. Поэтому чем меньше будет интервал обнаружения у датчика движения, тем быстрее будет отрабатываться автоматизация. Для доработки вам понадобится паяльник, но можно обойтись и обычным карандашом. Нужно снять датчик с его ножки подставки. Доступ будет с той стороны, где находится батарейка, тут используется CR2450. Вынимаем ее, под ней находится пластиковая крышка с двумя контактами. Крышку нужно аккуратно чем-то поддеть, она держится на защелках и достается довольно просто. Достаем ее, силы прикладывать не надо, чтобы не сломать пластиковый корпус. Далее нужно вытянуть плату датчика, она не закреплена, просто установлена в пазы. Держится на своем месте за счет стенок корпуса. Вот так выглядит датчик без корпуса. В центре находится сенсор, непосредственно регистрирующий движение. Доработка заключается в соединении этих двух контактов, один подписан как ТП4, второй это нижний контакт кнопки сопряжения. Можно припаять проводок, а можно карандашом нарисовать широкую дорожку. Графит проводит электричество и я знаю много случаев удачной доработки таким способом. Получилось как-то так, не очень эстетично, зато надежно и практично. Теперь нужно сделать логическую настройку. Для этого переходим в режим особых настроек устройств. Находим опцию интервала обнаружения. Устанавливаем его, я поставил 5 секунд. Вот так это работает. При сработке датчика движения, свет включается. На выходе я отключу его вручную. Все, оба датчика уже сбросились. При этом датчик присутствия все еще активен, но он отвечает только за автоматическое отключение света. Поэтому, если я сразу вернусь в помещение, свет включится вновь по движению. На этом все, надеюсь видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки и подписки. Кто хочет поддержать мой канал материально, можно стать спонсором канала или оформить подписку на сервисе Patreon. Также я веду и телеграмм канал, буду рад если вы присоединитесь к нему. В описании под видео вы найдете полезные ссылки, на все устройства показанные в обзоре, на полезные ресурсы, а также на те видео, которые либо упоминаются, либо пересекаются с темой этого. До новых встреч, всем мира. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok